Список работников, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса в области, расширили. Кому приготовиться на прививку, об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Дайвича». Меня зовут Надежда Ведерникова. Здравствуйте. В Госдуме готовятся принять закон о QR-кодах в транспорте. Но прежде решили узнать, а что думают об этом в регионах, в Кировской области, например. Представители администрации вновь решили проверить работу светофоров на оживленных перекрестках города. Убеждали журналистов, все работает нормально, жалоб нет. Российских отцов восстановят в правах. В правительстве подготовили законопроект о праве пап, воспитывающих детей на материнский капитал. Список работников, которые должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, расширили. Опубликовано новое постановление главного санитарного врача региона Елизаветы Белоусовой от 16 ноября. Как отметила Белоусова, уровень коллективного иммунитета в регионе по-прежнему недостаточный. Вакцинировано не более 48% населения Кировской области. Для того, чтобы остановить пандемию, необходимо привить около 80% жителей региона. Здесь с этим решено дополнить список перечней видов деятельности, работники которых обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. В данный перечень вошли работники ветеринарных услуг, фармацевтических услуг, услуг по ремонту автотранспорта, услуг доставки, в том числе курьеры, гостиничных услуг и услуг в сфере туризма, услуг связи, услуг в области страхования, охранных услуг, услуг клининговых компаний, ритуальных услуг. Организации и предприниматели должны обеспечить вакцинацию таких работников одной дозой до 30 ноября, а второй до 30 декабря нынешнего года. Срочно пройти вакцинацию медик рекомендует сейчас и людям с некоторыми хроническими заболеваниями, в частности с сахарным диабетом. В Кировской области проживает около 60 тысяч людей с этим заболеванием. Сообщается, что сахарный диабет может быстро прогрессировать на фоне любого инфекционного заболевания, особенно коронавируса. Причем риск тяжелого течения и даже смерти от ковид у таких пациентов в 3-4 раза выше. Депутаты Госдумы могут принять закон о QR-кодах в транспорте в декабре, но прежде предложили региональным парламентам, что называется, на местах, обсудить эту инициативу. В том числе и для того, чтобы понять мнение людей на этот счет. Пока речь о посадке по коду в самолеты и поезда. Все это связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса, поэтому ранее правительство страны разработало два законопроекта, которые расширяют сферу использования QR-кодов. Оба они уже внесены в Государственную Думу, при этом уточняется, что решения об использовании QR-кодов и перечне мест, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Точнее, их мнение учтут при обсуждении законопроектов в Госдуме. А как наши кировские народные избранники относятся к этой инициативе, в том числе к введению QR-кодов в автобусах и троллейбусах? Люди будут меньше пользоваться самолетами, меньше пользоваться жидко-поездами. Я пользуюсь автобусами достаточно часто. И технически будут какие проблемы? Есть остановки, где одновременно заходят 15-20 человек в одно транспортное средство. Вот как это будет выглядеть? Если это на этапе входа, то тогда просто нарушатся все мысли маршруты, и мы просто получим коллапс. А что же думают по этому поводу другие народные избранники? Все-таки им решать, будут предъявлять кировчане QR-коды в транспорте или нет? Мнение остальных парламентариев в нашем вечернем выпуске «Дайвича» не пропустите эфир в 19.00. Жалоб стало меньше. Работу светофоров мониторят в администрацию города и в ГИБДД уверяют, что контролируют пропускной режим на перекрестках. Речь идет о пересечениях улиц Ленина-Тимирязева и Щерса-Производственной. В начале ноября светофоры на этих участках модернизировали, поменяли режимы проезда. Ответом на нововведение стало недовольство кировчан. Водители уверяли, что от новой работы светофоров в городе увеличились пробки. Люди опаздывают, стоят в заторах в часы пик. Пешеходы тоже не все оценили в новой работе светофоров. Переходить вот здесь напрямую очень удобно, но работает очень мало секунд. Приходится долго ждать. Приходится перебегать, иначе вообще никуда не успеть. Я сейчас долго очень стоял в пробке. Не знаю. Первый раз ехал, правда, но не понравилось. Неудобно. Надо вернуть двуфазную схему, по которой раньше была. Потому что сейчас удлиняют в эту сторону, те стоят здесь, и теперь эти стоят. В администрации отвечают. Новая работа светофоров необходима для безопасного движения в городе. Надо привыкнуть. Ленина-Тимирязева и Щерса-Производственная считаются местом концентрации ДТП. Изменения здесь были необходимы. При этом в отделе транспорта заверяют, что сейчас есть возможность оперативно менять режимы работы светофоров. И работа эта ведется. Вот видите, сейчас затор небольшой в сторону Новоавиатска. То есть из Новоавиатска все сейчас довольны, выезжает все хорошо. В Новоавиатск вот именно с 9 до 10 завтрашнего дня мы подкорректируем. Просто уже будет в 9 им комфортно въезжать в Новоавиатск. Люди продолжают жаловаться, в том числе не только по этому перекрестку. Есть еще один проблемный перекресток, это Щерса-Производственная. Но и там ситуация тоже сейчас значительно улучшилась. В связи с внесенными изменениями в режим работы светофорного объекта жалоб стало значительно меньше. Сотрудники уголовного розыска просят помочь установить личность причастного к краже денег с банковского счета. 17 октября около 3 часов ночи неизвестный расплатился чужой банковской картой в магазине по адресу Свердлова, 19. У полицейских есть основания полагать, что к совершению хищения причастен мужчина, попавший на запись камеры видеонаблюдения. Его приметы на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 170-180 сантиметров. На голове короткие темные волосы, был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой. Если вы узнали этого человека, позвоните по номерам, которые видите на своих экранах. Правительство одобрило законопроект расширения прав мужчин на материнский капитал. Предлагается наделить мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на получение единовременной денежной выплаты. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Документ уже одобрен в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Инициатива принадлежит Министерству труда. Ранее Конституционный суд восстановил гендерные права мужчин. Суд вынес решение, согласно которому отцы, воспитывающие детей от суррогатных матерей, необоснованно лишаются такого рода господдержки, что противоречит Конституции. Уточняется, что получить материнский капитал смогут мужчины, состоящие в законном браке, и воспитывающие детей с супругой, которая стала им приемной матерью. Мусорный полигон в Лубягино это недалеко от Кирова закроют до конца года. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова, депутатом областного парламента. По словам министра, полигон исчерпал свою мощность. Он должен быть ликвидирован за счет средств собственника предприятия Куприт. Сейчас рекоператору предстоит выполнить текущую рекультивацию полигона, то есть необходимо провести обсыпку грунтом. Затем стартует финишная рекультивация. Она может длиться до пяти лет после закрытия свалки. Напомню, местные жители требовали закрыть полигон. Не так давно там произошел пожар. Дымом заволокло близлежащие населенные пункты. Депутаты поинтересовались, полигон точно закроют или какое-то время туда еще будут свозить отходы. Куприт, как собственник этого объекта, закроет этот объект и будет разрабатывать проектную документацию на финишное закрытие этой свалки. Но реализация будет, я думаю, что не раньше, чем через пять лет. А у Куприта есть возможность продлить деятельность? Есть такой шанс или нет? Нет, такого шанса нет. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. А если у вас есть новости, присылайте их нам. Номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А в 13.30 продолжение сериала «Аромат шиповника». А у меня на этом все. В студии работала Надежда Ведерникова. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok